видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net всем привет и сейчас мы с вами разберемся как выполнять задание номер 1527 нужно решить задачу весь путь который прошел турист можно разделить на два участка первый участок и второй участок первый участок турист преодолел за 3,8 часа и шел со скоростью 1,2 метра в секунду второй участок турист преодолел за 2,2 часа и шел со скоростью 0,9 метра в секунду и нужно узнать среднюю скорость туриста на всем на всем пути решим задачу по действиям чтобы найти среднюю скорость туриста на всем пути нужно знать весь путь и все время чтобы найти весь путь нужно знать длину первого участка и длину второго участка чтобы найти длину первого участка нужно время затраченное на преодоление этого участка умножить на скорость на этом участке ну давайте для начала посмотрим внимательно чем измеряется у нас время а в чем скорость на первом участке. Время у нас измеряется в часах, а скорость в метрах в секунду. И чтобы можно было умножить скорость на время, единицы измерения этих величин должны быть соизмеримыми. То есть, если у нас скорость измеряется в метрах в секунду, то и часы, время у нас не в часах должно быть, а в секундах. То есть, для того, чтобы найти длину первого участка, для начала мы должны перевести часы в секунды. 3,8 часа. Чтобы перевести в секунды, нужно 3,8 умножить на 3600, так как в одном часе 3600 секунд. Выполним это умножение в столбик. Умножим. 8 на 6 – 48. 8 пишем, 4 уме. 3 на 8 – 24. И 4 уме – 28. 3 на 6 – 18. 8 пишем. И 1 уме. 3 на 3 – 9. И 1 уме – 10. Складываем. 2 нуля, которые у нас были. Сносим. Сносим восьмерку. 8 плюс 8 – 6. 16. 6 пишем и 1 уме. 2 плюс 0 – 2. И 1 уме – 3. И единицу сносим. Вспоминаем, что мы умножали на десятичную дробь, нейтральное число. В десятичной дроби у нас был один знак после запятой. Значит, и один знак после запятой у нас будет и в получившемся произведении. То есть мы получили число 13 680 секунд. Теперь переведем 2,2 часа таким же образом в секунду. И умножим 2,2 на 3600. Выполним опять это умножение в столбик. 2 на 6 – 12,2 пишем. И 1 уме – 3 на 2 – 6,1 уме – 7. 2 на 36 только что умножали. Это получилось 72. Складываем. Сносим сначала 2 нуля. Сносим двойку. 7 плюс 2 – 9. И семерку сносим. Вспоминаем, что мы умножали на десятичную дробь, у которой один знак после запятой. Значит, один знак после запятой будет в произведении. Мы получили 7920. Теперь можно найти длину первого участка. Далее этого время, которое мы перебили в секунды, 13 680 умножаем на скорость на этом участке на 1,2. Выполним умножение в столбик. 13 680 умножим на 1,2. 1368 умножаем на 2. 2 на 8 – 16, 6 пишем, 1 уме – 6 на 2 – 12, 1 уме – 13, 3 пишем, 1 уме – 3 на 2 – 6. И 1 уме – 7. И 1 на 2 – 2. Теперь 1368 умножаем на 1. Будет 1368. Просто переписываем это число. И складываем. Для начала сносим 0, дальше сносим шестерку. 3 и 8 – 11, 1 пишем, 1 в уме – 7, 6, 13, 1 в уме – 14. 1 в уме – 2 на 3, 2 плюс 3 – 5, 1 в уме – 6 и 1 сносим. Вспоминаем про запятую, 1 знак. Мы должны отделить запятой, так как 1 знак после запятой у нас был в дроби, на которую мы умножаем. И получили число 16 416 метров. Это первый участок. Таким же образом найдем длину второго участка. 7 920 умножаем на 0,9. Умножим столбик. 9 на 2 – 18. 8 пишем, 1 в уме. 9 на 9 – 81, 1 в уме – 82, 2 пишем, 8 в уме. 7 на 2 – 63, 8 в уме – 71. Ноль сносим и отделяем запятой 1 знак, так как 1 знак у нас был в дроби 0,9. И получили число 7128 метров. Это второй участок. Третьим действием мы можем найти весь путь. Для этого длину первого участка складываем в длину второго участка. 16 416 складываем с 7128 метров. Мы выполним это действие в столбик. 6 плюс 8 – 14, 4 пишем, 1 в уме. 1 плюс 2 – 3, 1 в уме – 4, 4, 1, 5, 6 и 7 – 13, 3 пишем, 1 в уме. И к единице мы прибавляем 1, который был в уме. 2. 23 544 метра весь путь. Четвертое действие – можем найти все время, затраченное на преодолении всего пути. Для этого мы складываем 3,8 время, которое мы потратили на первый участок, и 2,2 – время, которое не мы, конечно, а турист потратил на преодоление второго участка. 3,8 плюс 2,2 будет 6. 6 часов – это все время. Теперь можем найти среднюю скорость. Для этого нужно весь путь разделить на все время. Путь у нас измеряется в метрах, а время – в часах. В метрах в часах скорость у нас не принято выражать. Или в метрах в секунду, или километрах в час. Если время переводить в секунды, в общем-то, будут большие числа. С таким числом не очень удобно работать, поэтому давайте метры переведем в километры. 23,544 метра переведем в километры. Это будет 23,544 километра. Ну и пятым действием найдем среднюю скорость. Наши расстояния, выраженные в километрах, разделим на время, выраженное в часах. Выполним это действие в столбик, то есть уголком поделим. 23,544 разделим на 6. Начинаем делить на 24. И берем по 2. Нет, не по 2, конечно же, а по 3. 3. 3 на 6 – 18. 23 минус 18 – 5. 5, и пятерку сносим. Пятерку, которую мы только что снесли, шла после запятой, значит, и в частном у нас появится запятая. 55 нужно разделить на 6. Берем, конечно же, по 9. 54. 6 на 9. 55 минус 54. 14. Берем по 2. 2 на 6 – 12. 14 минус 12. 2. И четверку сносим. Берем по 4. 4 на 6. И будет как раз 24. Значит, наш ответ 3,924 км в час – это средняя скорость, которую и нужно было найти по условию задачи. Можем записать ответ. Средняя скорость движения туриста на всем пути составляет 3,924 км в час. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания – подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.